Я представляю кооператив «Донские овощи», который находится в Октябрьском сельском районе Росфорской области. Наш кооператив был создан в 2016 году, в апреле месяце, проект был перлотным. На тот момент составляло всего лишь два юридических лица и четыре КФХ. На сегодняшний день у нас уже 38 лиц, ПХЛ 24, КФХ 12. В мае 2016 года был получен грант в сумме 10 миллионов 400 рублей, что составляет 60% порчей стоимости нашего проекта. 76 миллионов составляли собственные средства. Конечно, немалую роль сыграла администрация нашего района, которая поддержала наш кооператив. В свое время выделили земельный участок, помогли с арендой данного участка. Через муниципальный фонд поддержки малого бизнеса кооператив получил 3 миллиона рублей. Также Ростовский областный союз, который является членом кооператива, помогал в финансовой поддержке, оказывая право юридическую и практическую помощь. Министерство сельского хозяйства сопровождало проект, консультация. Кстати, вот Кирилл Игоревич непосредственно принимал документы, возим, бывает по два, по три раза на день. Ни разу не было такого, что позвонил, в чем-то отказали. Нет, огромное спасибо за помощь. Так, благодаря всесторонной помощи, кооператив смог реализовать свои планы и построить в течение 9 месяцев овощехранилище площадью 950 квадратных метров. С единовременным хранением 300 тонн овощей, открыт цех, засовки и переработки овощей и фруктов, магазин для реализации продукции. Было приобретено 3 автомобиля для закупки и доставки продукции, в социальную сферу района, а также по магазинам. Ну и было куплено другое оборудование, холодильное, овощерезки, картофель, чистки и так далее. Нарочный объем в 2017 году к кооперативам была открыта мини-пекарня. За 2020 год была выработана более 200 тонн хлеба, а также 988 тонн овощей и 72 тонны мяса. Нашу сумму 43 миллиона и 3 миллиона рублей. В общем, все у нас хорошо, процветаем, растем, у меня все. О, оперативно. Овощами надо заниматься, оказывается. Вот где все хорошо. Да, Александра. Нас занимаются и овощами, наши овощи. И с овощами пола. Кролики есть, внутренние есть, овощи есть, все есть у нас. Давайте когда в раз, я не говорю, у нас полностью агроклодинка. И царки есть, для экзотики лошади есть, все у нас есть. Возьмите к себе нефрак. Рак нам не нужен, надо здесь быть, на те же помидоры. Туда идите, не помидоры. Вы готовы, что туда помидоры? Стиплите. Звоните, будем договороваться в цене. Давай номер телефона, может с одним человеком договориться. Давай. Записывайте. Пишу. 988. 8. 988. 515. 515. 515? 20. 515. 37. 20, да. 37. 37. 37. Валерий Ильич. Донские овощи. Да. Хорошо. Не-не, мой телефон есть на официальном сайте, можете зайти, все там электронная почта. У нас фирменское хозяйство очень хорошее. Да мы уже почувствовали. Александра, пожалуйста. Вопрос про сбыт овощей, как вы сбываете? Расскажите, пожалуйста. У нас свои магазины, при кооперативе. Где-то 6 или 7 магазинов по району. А также мы обеспечиваем социальную сферу, как я бы сказал, в основном, они там называют количество, там где-то примерно 5 школ, 12 садов, 2 лечебных учреждения. Так мы овощи поставляем туда тоже. А ты мил, как вы пережили, когда ограничили? Когда все старые школы закрыли, было немножко тяжело, но у нас имеется также цепь по переработке, мы больше упор сделали туда, потому что овощи заготовили. Согласно контракту на сады и школы, достаточное количество садов были закрыты, мы больше их пустили в переработку. Больше консервировали, заключили договор с одной из оптовых предприятий, которые занимаются реализацией продуктов и оптов. Тяжело, но справиться. Если консервируете, что вы работаете? Капуста, квашеная, морковь по-корейски, окошицы, помидоры. Все, что можно переработать, все будет. Нужен хороший технолог, тогда будет все получаться. Есть вопросы еще, Александр Владимирович? Ну, вообще, у меня еще есть. Ну, давай. У вас кооператив, а каковы условия для членов кооператива? Можете рассказать? Ну что, друзья, спасибо.